Спасибо за приглашение и за возможность представить доклад по нашей деятельности в этой области. В лаборатории сделано очень много работ на эту тему, в общем, много хороших результатов. Я расскажу в целом о этой работе. Эта тема в целом связана с топологическими изоляторами. Топологический изолятор – это некое название, которое отражает следующее. Понятно, что это не металлические системы. Понятие топологичности связано с тем, что рассматриваются специфические свойства зонного спектра или электронного спектра. В данном случае это понятие связано с поведением электронных зон, то есть с обратным пространством. Это не прямое пространство, как обычно мы имеем решетку там и так далее, и так далее. Это просто сводится к анализу электронных спектров, к их специфическим характеристикам закона электронного спектра или дисперсии ЕОТК. Я расскажу, несмотря на название, недавние достижения в физике и науке о материалах магнитных топологических изоляторов. Я не только о магнитных начну с более, так сказать, приземленного, не то что периода, уровня, просто сначала о топологических изоляторах. Работа выполнялась на самом деле огромным количеством людей. В качестве просто типичного примера я могу привести следующий. Вот где-то 19 декабря в выпуске Nature выйдет наша статья, которая включает в себя более 30 соавторов. Более 30 соавторов – это означает, что там большой авторский коллектив. Работа была выполнена, начиная буквально с того, что были выращены материалы, которые до этого, так сказать, с большим трудом только одной группой когда-то были выращены. Работа – это две группы. Одна в Германии, в Дрездене, так называемая группа, которая состояла и состоит из людей, которые пришли из МГУ и там сейчас работают. Другая группа – это в Баку, которая издавна занималась подобными материалами. И то есть две группы из разных совершенно мест, из разных только по выращиванию материалов. Дальше происходило тестирование материалов, как кристаллическая структура этих материалов, магнитная структура, потому что это были антиферромагнетики. Но это нужно было показать и доказать, что это антиферромагнетики, показать, какая критическая температура. То есть нейлевская температура существует в этих материалах. То есть дать полную характеристику магнитных свойств, магнитной структуры. Затем охарактеризовать эти вещи на уровне электронной структуры. А электронная структура, как вы увидите дальше, это очень важный, самый важный фактор для того, чтобы говорить о том, что материалы являются топологическими или нет. И, соответственно, если они являются топологическими, это означает, что мы можем рассматривать, ага, каковы перспективы, где можно использовать эти материалы и какие свойства могут быть очень полезными для создания новых приборов. Так скажем, я работаю в целом и живу в Сан-Себастьяне. Это страна басков на севере Испании, Бискайский залив. Сан-Себастьяне находится в 17 километрах, приблизительно в 17 километрах от границы с Францией. В общем, баски горды тем, что они баски, отстаивают свою самобытность и так далее. Сейчас они отстаивают самобытность такими нормальными, гражданскими, цивилизованными методами. Но было когда-то время, когда там была террористическая организация такая, которая, ну это объективный на самом деле процесс, который во времена Франка возник, когда Франка душил все, что было национальным. Не важно, там баски, каталонцы, галицейцы, все кто угодно. Поэтому это была одна из реакций. Но потом это цивилизовали, цивилизовали, то есть признали этих людей, которые в этой партии, как с политическую партию, все исчезло. Самое главное, если подходить ко всему с умом и принимать внимание интересы других тоже людей, то всегда можно какого-то разумного решения достичь. Теперь здесь это только небольшая часть соавторов, которых я здесь показывал. Большая часть соавторов здесь, скажем, не показана. Это люди из многих других стран. Поэтому здесь список соавторов. Поскольку мы работаем здесь где-то в этой области порядка 10 лет, то, естественно, здесь очень много соавторов. Работы достаточно сложные. Здесь есть одна тенденция. Я извиняюсь за некую философию, но эта философия отражает реальность того, что происходит. Если, скажем, раньше, где-то лет 30, 40, 50 назад, какая-то тема развивалась, то развивалась она преимущество в рамках одной лаборатории. Представьте себе, что, как я говорил о нашей статье, одной из последних статьй, где 30 с лишним соавторов. Представьте себе, что вы бы захотели сделать в рамках только одной лаборатории. Для этого вы должны были бы иметь специалистов по выращиванию материалов, то есть профессионалов-химиков. Химики выращивают самые разные материалы. И вам нужно было бы найти профессионалов именно в этой узкой области выращивания материалов, конкретных материалов. Это одно. Второе. Вам нужно было бы проводить регионально-структурный анализ. Опять нужны специалисты. Магнитную, магнитный анализ, какая структура, затем транспортные свойства. Опять вы не найдете в рамках одной лаборатории такое количество сотрудников, специалистов, которые бы на очень высоком профессиональном уровне могли бы сделать такую работу. Сейчас это возможно, но для этого нужно люди из разных групп, из разных лабораторий, из разных стран объединяются, чтобы решить как можно быстрее и эффективнее вот такую-то проблему. И очень часто здесь все происходит на уровне научных интересов. То есть у каждой лаборатории, у каждой стороны есть свои проекты, но мы объединяемся, объединяемся на основе интереса, научного интереса. И это позволяет действительно решать проблемы. И довольно быстро. Теперь, когда-то, когда возникла тема топологических изоляторов, передо мной, это где-то было 10 лет назад, возник вопрос. Что делать? Продолжать заниматься только теорией или все-таки попытаться решать задачи в более глобальном виде, объединяя усилия как экспериментаторов, так и теоретиков? Если мы будем заниматься только теорией, то тогда, посылая статью, например, в Физикал Ревилетес, вас будут просто на взлете конкуренты отстреливать. И вместо того, чтобы опубликать несколько статей в год, ну, в Физикал Ревилетес, вы можете опубликать, ну, может быть, одну вам дадут возможность опубликать. Но и то в такой жесткой, в очень жесткой борьбе. Вот с этой статьей в Нэнче дважды рецензенты нас пинали. Но мы их пробили. Не потому, что мы пробили, что мы такие хитрецы, а потому что это были люди, которые из конкурентных соображений пытались убить нашу статью. Но, слава богу, имея опыт, который мы имеем, и также понимая, что мы правы, в конце концов, мы решили эту проблему. Поэтому возникла задача, как пытаться работать вместе с экспериментаторами и так далее. Окей. Я тогда, находясь в Сан-Себастьяне, я позвонил в Москву, в институт Байква, там была раньше лаборатория экспериментальная, которая занималась выращиванием материалов, которые годились на то, чтобы быть топологическим изолятором. Окей. Оказывается, у них девушка была, которая работала лаборанткой, она ушла на пенсию. Черт побери, что же вы, ребята? Ну, хотя бы дали ей в обучение каких-то молодых, которые бы научились. Пожалуйста, я по телефону с ними разговариваю. Ребята, вы из рук своих золота выпустили. Ну, и пришлось мне позвонить в Баку, договориться с людьми из Баку. Они мгновенно откликнулись и стали выращивать эти материалы. И мы тут же в 2010 году опубликали на эту тему совместно теоретически, экспериментально договорились с экспериментаторами в Японии, чтобы они измеряли. И тут же опубликовали на эту тему порядка двух до трех статей. Ну, и, в общем, потом пошло это развиваться очень большими темпами. Это была некая предыстория, которая говорит о том, что желательно сотрудничать. То есть, если вы хотите что-то получить, не сидите вот в своем таком узком мире, далеко вы не уйдете. Кому-то это нравится, наверное. Но если вы хотите решать серьезные большие проблемы, объединяйтесь по интересам, ищите партнеров и так далее. Тогда вы будете выигрыш так же, как ваши партнеры. Теперь здесь я попытаюсь рассказать о трехмерных и двумерных топологических изоляторах. О том, об изоляторах, о материалах, которые существуют в природе. И которые являются естественными топологическими изоляторами природными. Потом, выращенные в лабораториях, это то, что делают люди с химическим уклоном. То есть, химики по образованию, материалы, которые они выращивают конкретно в лабораториях. Затем то, что называется, я не знаю, как лучше здесь, какое использование, какое слово использование для инженерить. То есть, сконструированные, то есть, гетероструктуры, создание гетероструктуры из материалов. Ну, химики тоже это могут делать, но физикам это, наверное, лучше удается. Например, используя молекулярно-лучевую эпитаксию. Вы можете выстраивать довольно сложные гетероструктуры, которых химики не в состоянии получить химическими методами. Затем я, так сказать, перейду к двумерным топ-изоляторам. Это, если двумерный топ-изолятор, это означает еще изолятор, как его называют, с квантом, с спинным эффектом холло материала. И затем перейду к магнитным топ-изоляторам, двумерным, трехмерным. Я опять скажу, какие способы существуют для того, чтобы создавать не только технически наиболее эффективные магнитные топологические изоляторы, но и по физике, по сути дела, какие магнитные системы могут быть наиболее эффективными топологическими изоляторами. Затем несколько слов о квантом-аномальном эффекте холло в этих системах и об антиферомагнитных топологических изоляторах. Ну, здесь я буквально вкратце показываю то, что где-то на эту тему за прошедшее время, только на эту тему, было опубликовано порядка 15 статей физико-равилета, с 25 письма в жертв, где-то порядка 44 физико-равилеби. Я не показываю другие журналы и так далее, где количество статей было меньше. Не 10, 15, 20, там, а 1, 2, 3, 5, 7, что-то в этом роде. Что такое топологический изолятор? Топологический изолятор – это действительно специфическое состояние, квантовое состояние материала. На самом деле это узкозонный, как правило, узкозонный полупроводник. И почему узкозонный, это легко понять, будет дальше понятно, по той простой причине, что основой топологического поведения материала, топологического характера электронной структуры этого материала является спиноорбитальное взаимодействие. И спиноорбитальное взаимодействие, что очень важно, должно, если у вас есть некий изолятор, неважно, полупроводник или настоящий изолятор с шириной щели порядка 2 электронвольт, то роль спиноорбитального взаимодействия заключается в том, чтобы края запрещенной щели инвертировать. Если у вас будет очень широкозонный изолятор 2 электронвольта, 1 электронвольт запрещенная щель или энергетическая щель, то спиноорбита не в состоянии это сделать. Она для этого слишком слаба. Но если у вас есть щель порядка 100 миллиэлектронвольт, 200, 300, 400 миллиэлектронвольт, то спиноорбита в зависимости от материала способна сделать это. Ее мощности хватит на то, чтобы инвертировать края запрещенной щели. Далее. Окей. Это полупроводник, узкозонный полупроводник. Второе. На поверхности такого полупроводника появляется, благодаря топологической структуре, появляется специфическое состояние, которое покрывает эту объемную щель. Это состояние с линейным спектром в точке, я покажу дальше, в точке, где эти две полосы перекрещиваются, называется обычно дираковским конусом. Ну, что, классификация таких материалов, а такие материалы обладают, скажем, тайм-ревесел, обращаем, они, сказать, соответствуют симметрии, или в них присутствует симметрия обращения времени, и сводится к классификации, так называемой Z2. То есть, если кого-то интересуют детали, я могу дать там, скажем, ссылки, сказать, что и как. Так что это вполне можно будет потом, кому это, если это интересно, обсудить. И, как я уже говорил, что вот такая специфическая электронная поверхностная структура этих материалов определяется, поверхность, означает у вас на поверхности вот этот конус, определяется исключительно объемным, специфическим характером объемного электронного спектра. То есть, это и есть результат, вот такое поверхностное стяние, результат объемной электронной структуры. И вот такое поведение материала делает эти самые материалы очень важными для многих применений, для транспорта, бездиссипационного транспорта на краю, например, тонких пленок. Бездиссипационный, это означает, как сверхпроводимость, то есть, у вас нет ращения, у вас идет ток, который не тратится, ну, нет ращения, значит, нет, как бы сказать, перевода энергии, электрической энергии в тепловую энергию. У вас, сказать, эти вещи происходят без потери энергии. Одним из примеров, вот здесь я показываю естественный топологический изолятор, а одни из примеров, это вот такие материалы, которые вы найдете в природе. Свинец, висмудат, элур-2, сера-2 и так далее. Это нормальный природный материал, вот вам в природе минералы такие существуют, можно их найти и использовать. Вот здесь приведены просто электронные спектры. Что означают из себя эти электронные спектры? Вот это проекция объемной электронной структуры. Что такое проекция объемной электронной структуры? У вас есть трехмерный материал, у вас есть трехмерная обратная решетка, трехмерная зона брелена, и вы вот этот электронный спектр проектируете на двумерную зону брелена. Двумерная зона брелена соответствует поверхности. Вот поверхность, это у вас обладает двумерной трансляционной симметрией, двумерная зона брелена, И из трехмерной зоны бриллиона вы весь спектр проектируете вот на эту двумерную зону бриллиона. Это все вот эти темные регионы, они отражают, в них включены объемные состояния. Вот эти все светлые белые регионы, это там, где объемных состояний нет. Повторяю, объемных состояний нет. Это так называемая, вот эта локальная щель, там объемных состояний нет. Вот эта фундаментальная щель, то есть это полупроводник. Но зато появляется вот это состояние дираковское, где линейный спектр вблизи точки пересечения. То есть, иными словами, у нас появляется два, в одном материале, который ограничен, полуограниченный материал, у нас появляется два состояния вещества. Одно это объем, это полупроводник, другое это поверхность, это металлическая система. Когда-то, достаточно много лет, когда мы занимались, где-то в 80-е годы, занимались бериллием, Ворд Пламмер, он был, скажем, экспериментатор, фотоэмиссией занимался, был в Пенсильвании, в университете работал. Он был такой нормальный, очень хороший профессионал, но как-то, по-видимому, что-то не поделил. Он был достаточно прямым человеком, что-то не поделил с ректором, пришлось ему оттуда уйти. То есть, по-видимому, ректор тоже оказался относительно прямым человеком, не знаю. И он в Окрыльцевскую лабораторию уехал. И потом там работал до сих пор. Я вижу, выходит статист с его фамилией. И вот у него была мечта. Берилли был таким, что он почти как полупроводник в объеме. У него была низкая плотность состояния на уровне фермы в объеме. Полуметалл почти. Но на поверхности у него было мощное химическое состояние. Химическое не в смысле вот дираковский конус, а такое параболическое поверхностное состояние. И оно давало огромный вклад в плотное состояние на поверхности. И вот он все, о, как замечательно все. Он занимался бериллием, и у нас с ним были очень такие теплые отношения по многим вопросам. Вот эта мечта его реализовалась в топологических изоляторах. Когда мы имеем действительно чисто два состояния вещества. Объем полупроводник, поверхность металл. Ну вот здесь целый ряд материалов есть. Теперь можно перейти к так называемым материалам, выращенных химиками в лабораториях. Одними из них вот являются традиционные и наиболее изученные и изучаемые до сих пор материалы такого типа. Весмо-2-телор-3, Весмо-2-целен-3 и так далее, которые являются слоистыми материалами. Материал это состоит из пятислойных блоков, разделенных между собой вандервальсовыми промежутками. Вот эти пятислойные блоки, связь внутри является химической, то есть очень сильной. Кулонокулоновские взаимодействия, плюс обмена коллекционных взаимодействий. И слабые взаимодействия между блоками, взаимодействия поляризационного типа, вандервальсового типа. И почему они привлекли такое внимание, и почему там возникает в первую очередь такое хорошее чистое топологическое состояние на поверхности? Это потому, что их легко наблюдать, как теоретически видно, и получать достаточно легко, и экспериментально. Они ничем не загрязняются, сразу фотоэмиссии, если материал достаточно хорош в качестве, они сразу появляются, видны. Связано это с тем, что поверхность малоактивна, почти неактивна. Обычно поверхность материалов, если вы возьмете кремний, германий, берилли, алюминий, никель, такие, у которых вы формируете поверхность, появляются свои поверхностные состояния, которые являются химическими. Потому что у них поверхность активна в химическом смысле. В этих материалах, потому что все у них забито в отдельных блоках, вся химия сидит в отдельных блоках, на поверхности у них химического ничего не появляется. Далее, вот здесь показаны, скажем, тройные материалы. Вы видите, вот конус, изумительная конуса, фантастика. И смотрите, какие щели. Щель порядка там, ну, 300-350 мВ, это, в общем-то, для спинтроники, для электроники поверхности, это просто рай. Сравнение, ну, хорошо, мы знаем также другой объект, другой материал, графен, в котором тоже появляется дираковский конус. Появляется вот в этих точках, не в центре зоны Брюлена, двумерной зоны Брюлена, а в угловых точках К и К''. Казалось мне, ну, вот еще один материал, а в чем разница между вот этими конусами в графене и конусами, которые у нас в топологическом изоляторе? Окей, здесь вот сравнение, можно увидеть сравнение, что в графене происходит и в топологическом изоляторе. В каждой точке К, выбираем К, фиксируем точку в конусе, что происходит в графене? В каждой точке К там сидят два электрона. Спин вверх, вниз, все. Или, если хотите, так, один так спин, другой так спин. В одной и той же точке К. В топологическом изоляторе только один электрон. То есть каждое состояние в дираковском конусе, в дираковском конусе, является спин поляризованным. Фиксировали К, точку К и энергию, получаете спин поляризованное состояние. Окей, по поводу спиноорбиты. Окей, нет спиноорбиты. Дираковский конус в графене получается благодаря химии. Исключительно благодаря химии. Специфическому формированию связей между атомами в графене. Как только вы включаете спиноорбитальное взаимодействие, вот этот конус в графене моментально расщепляется. Спиноорбита расщепляет этот конус. Окей, расщепление абсолютно мизерное, но тем не менее, с точки зрения физики, там формируется щель. В топ-изоляторах все наоборот. Нет спиноорбиты, у вас обычный полупроводник. Щель и достаточно большая щель. Включаете спиноорбиту, у вас сразу же появляется конус. То есть абсолютно разные вещи. Когда мы сравним, несмотря на внешнее сходство, здесь все абсолютно по физическим признакам, все абсолютно другое. Любопытно, одно из, скажем, один из эффектов в топологических изоляторах. Это вот работа, которую мы делали. Политано, он экспериментатор. Это в Калабрии, в университете человек работал. И они измеряли плазмоны. Он профессионал по плазмонам, экспериментатор. Они измеряли плазмоны на поверхности висмута 2-СЛН3. Вот они обнаружили вот такую вещь. Вот дисперсию 2-плазмона. Они обнаружили вот эти ромбики. Это экспериментальные данные. Когда мы провели расчеты, то обнаружили следующее. Вот эти красные, желтые, все эти вещи, это теоретические вещи. А оказывается, что почему, что и что здесь происходит. Поскольку у нас топологический изолятор, в данном случае висмута 2-СЛН3, это система, в которой есть объемное состояние и поверхностное состояние. Поверхностный конус. То объем, любопытная вещь. На первый взгляд, здесь что-то вроде нонсенса. В том смысле, что все-таки висмут 2-СЛН3 это полупроводник. Но когда его химики выращивают, то реально они его выращивают. В металлической фазе. В том смысле, что да, у него есть щель. Но уровень фермы у него проходит через зону проводимости. По зоне проводимости, благодаря возникающим некоторым дефектам, в результате он у них является относительно слабым металлом. Потому что уровень фермы проходит выше запрещенной щели по зоне проводимости. В результате у них то, что они получают, два плазмона. Один плазмон, это поверхностный плазмон, потому что система металлическая сама по себе. Потому что уровень фермы проходит по зоне проводимости. И другой плазмон, это плазмон двумерной системы. Это плазмон, который генерируется собственно топологическим состоянием. Это двумерная система. Он локализуется абсолютно на 100%, почти на 100% буквально в этом пятислонике. То есть, иными словами, и когда проводили расчеты, то и показали, что это да, это вот поверхностный плазмон, а это плазмон, который соответствует просто двумерной системе. И плазмон, дисперсия которого пропорциональна корню квадратному из волнового вектора, когда волновой вектор стремится к нулю. Далее. Окей. Специально, скажем так, конструируемые системы топологических изоляторов. И здесь действительно огромный простор существует для того, чтобы выращивать или создавать системы, которые ни в природе, ни химики не в состоянии, ни природы, ни химики не в состоянии произвести. Например, вот есть система Висмут-Телур-Йод. Вот такого рода система. Эта система состоит опять из слоев, каждый слой, три атомных слоя в свою очередь. И эта система не имеет инверсии. Это не топологический изолятор. Но из-за того, что эта система слоистая, вот ее спектр, спиноорбита, вот расщепление объемного состояния незанятого из зоны проводимости, расщепление занятого состояния и так далее. Огромная спиноорбита существует в этом материале. Но любопытна такая вещь. Когда фотоэмиссии измеряют электронный спектр, и когда смотрят кристаллическую структуру выращенных материалов, то они часто сталкиваются с тем, что видят не такое вот чередование, которое не дает инверсию, а вот такое чередование, когда каждый последующий слой перевернут, при этом система становится симметричной, в смысле появляется инверсия. И если мы создаем такую систему, если мы создаем такую систему, то, окей, это вот то, что здесь показано, как сама система весьма толурует, не инверсная, в которой нет инверсии. Здесь появляется состояние поверхностное, эксперимент, здесь все есть. Огромное расщепление за счет большой спиноорбиты. Но как только мы создаем симметричную систему, мгновенно эта система становится топоизолятором. Она является трехмерным топологическим изолятором. И на поверхность такой системы, видите, щель порядка 150 мм и идеальный конус появляется. То есть, иными словами, одна и та же система, но по-разному. Это просто пример того, как можно конструировать системы, которые неожиданно полностью меняются, за счет всего лишь перераспределения между этими трехслойными блоками. Ничего более. Абсолютно все меняется, все катастрофически меняется. Я здесь просто показываю другую систему. Висмут вместо йода хлор. И в этой системе появляется двумерное состояние, которое является практически электронным, которое идеальным двумерным состоянием. Люди часто, извиняюсь за выражение, гоняются за тем, чтобы получить двумерный электронный газ или двумерную электронную систему. И вот на поверхности вот такого материала, вот такого материала, состояние такое мгновенно появляется. То есть, оно существует почти как чисто изолированная двумерная система. Теперь перейдем к двумерным топоизоляторам. Двумерные топоизоляторы, вот если мы посмотрим, окей, то, о чем мы говорили, это были раньше трехмерные системы, объемные материалы. Если мы теперь перейдем к толстым пленкам, то ситуация может быть достаточно простой. Если она достаточно толстая, то она вам симулирует полуограниченный кристалл. То есть, кристалл с одной поверхностью. В этом ничего такого нового, ничего не найдете. Но если мы пойдем к тонким пленкам и к еще более тонким пленкам, то мы попытаемся отыскать предел, а когда же появляется двумерный топологический изолятор. То есть, у нас был трехмерный, потом мы начинаем искать, а когда же у нас появится двумерный топологический изолятор. Так вот, оказывается, что из тех классических материалов, о которых я только что говорил, топологических изоляторов, наименьшая толщина, которая может появиться, это висмоте 2-телур-3. Два пятислойных блока вам могут дать уже двумерный топологический изолятор. А что происходит вот с этим материалом, о котором я говорил на предыдущих слайдах? Оказывается, два вот этих трехслойника или перевернутых, или наименьшая, просто минимальная толщина, вот этого материала, весьма 2-телур-2, и ее 2, уже дает двумерный топологический изолятор. Тоньше, вот я просто пока не знаю, какие системы могут давать двумерный топологический изолятор. Это пока самая такая тонкая, из реальных материалов. Дальше. А в чем прелесть вот этих двумерных топологических изоляторов? Она заключается в следующем, что у нас, когда на краю, если мы имеем двумерную систему тонкую, разрезаем вертикальной плоскостью эту систему, так вот на краю у нас появляется в такой системе вот такое состояние. Появляется свой комус. Причем ток идет в одном направлении с одним спином и в противоположном направлении с противоположным спином. Окей. То есть, иными словами, у нас с одинаковыми скоростями токи текут без приложения внешнего поля. Электронно распространяются одни в одну сторону, другие в другую. И несут противоположные спины. Окей. Если у нас ничего нет, мы не прилагаем никакое внешнее поле, это означает у нас в целом нулевой ток, зарядовый ток нулевой и спиновый нулевой. Они просто полностью компенсируют друг друга. Суммарно, если вы поставите некоторый, ну скажем, детектор на краю, вы будете видеть суммарный нулевой спин и нулевой ток. Однако, если вы приложите электрическое поле, пусть относительно слабое, вы нарушите этот баланс. Баланс в том смысле, что у вас в одну сторону поставили вы некий детектор, то есть один ток с одним спином за единицу времени будет давать большее количество электронов, проходящих через это, чем другое состояние. В результате вы получаете, когда в единицу времени у вас большее количество электронов с одним спином будет проходить, чем с другим спином. Вы легко можете получить спиновый ток, если вы будете прикладывать некоторое внешнее электрическое поле. Далее. Вот здесь просто анализируется ситуация на краю, именно на краю вот этих двумерных систем. Если вы посмотрите, я не буду конкретизировать, какие края и так далее, то вот здесь видно запрещенная щель. Ну, раз у вас двумерная топологическая, двумерная система полупроводниковая, у вас есть щель в этой системе, и на краю тоже есть щель, но есть, не совсем на краю самой системы, на краю появляется краевое состояние. Вот оно, топологическое состояние, оно пересекает точки гамма эту щель. То есть, у вас по краю, действительно, вы можете организовать и спинный ток, без всяких проблем. Но если вы начнете неким образом воздействовать, чуть раздвинете там, слои между собой, все исчезнет, у вас появится щель. Я хочу сказать, что вот эти вещи, они очень чувствительны к деталям системы, к деталям системы, к конструкции системы и так далее. Окей, теперь о магнитных топологических изоляторах. В принципе, самый простой способ для анализа магнитных топологических изоляторов заключается в следующем. У вас есть классическая система, не магнитная, вы туда добавляете магнитные атомы. Железо, никель, кобальт, марганец, в общем, можете добавлять, как вам понравится и попытаться организовать в такой системе магнитный порядок. И это удается. Удается. Вот здесь, здесь есть еще одна любопытная вещь. Можно пытаться допировать весь материал в объеме магнитными атомами, а можно просто поверхностную область. Результат будет почти тем же самым. Потому что весь эффект, чего мы хотим добиться от системы, это ввести эффект магнитного поля на топологическое состояние. А такого эффекта можно добиться допировать просто поверхностную область, где и локализуется это поверхностное состояние. То есть это два, в каком смысле, практически эквивалентных процесса. Допирование всего материала и допирование поверхностной области. И вот здесь, когда-то мы провели расчеты на эту тему, и было показано, что только допировали поверхностную область. И было показано, что если мы допируем с магнитным аментом вертикальным, то у нас появляется щель вот такого типа. Все. Мы расщепляем конус. А это уже крайне важно для того, чтобы реализовать квантовый аномальный эффект холла. Я дальше покажу, почему это важно. Если мы теперь магнитный момент горизонтальный пытаемся формировать в поверхностной области, то там могут быть два эффекта. Либо практически никакого расщепления этого конуса нет, либо смещение этого конуса из точки гамма на периферийную точку зоны брюлена. Вдоль одного из симметрических направлений. Окей, я не знаю, имеет ли смысл. Но если мы хотим, скажем, рассмотреть простую физику, то можно, этих систем, то можно использовать вот такого рода модельные гаммелиняны. Первый гаммелинян, это гаммелинян, который описывает симметрию, электронно-бирочную симметрию. Второй вклад, это спиноорбитальный вклад, так называемый ражбовский вклад или бочков ражба. Здесь история еще та, достаточно темная. Кто там, скажем, в общем, в целом принято назвать это ражбовским. Но я просто знаю, что в том виде, в котором для поверхностных систем вот это понятие и эта теория появилась, это статья Бочкова ражбы, где Бочков был первый, а ражба был второй соавтор. И в письма в ЖЭТ 1984 года была напечатана такая статья. Также они, по-моему, тогда это называлось не Journal Physics of Condense Matter, а Journal Physics Solid State Physics, что-то вроде этого. В 1984 году они и там тоже напечатали подобную статью. Поэтому кто из них, вся эта была идея, не знаю. Это мне напоминает немножко историю с Дарвином. И то, что называют дарвинизмом. Когда-то Дарвин в молодости побывал на островах, потом возвратился обратно, и долгое время, будучи профессором, имея свой дом, свой сад, как описывал его биограф, ходил он думал о философии в жизни, об эволюции и так далее. А там, тем временем, на тех же островах, как-то после него, после того, как он побывал, побывал, не помню его фамилию, пока не суть, это важно, побывал другой человек, который приехал, побыл там, сколько, я не знаю, сколько недель, может быть, месяц, может быть, два, написал тут же статью, послал ее в журнал. Но, к его несчастью, это дикая, чудовищная несправедливость, когда статья дошла до журнала, до редактора, но когда человек возвращался обратно, корабль у них попал в шторм, и затонул, человек погиб, утонул. Что произошло с этим, скажем, с этой статьей, которую он послал? Редактор взял, приходит к Дарвину, вот здесь, как к рецензиону, а, не приходит, послал Дарвину. Дарвин, будучи в меру порядочным человеком, попросил его встретиться, редактор приехал к Дарвину домой, и вот они там ходили по саду, где биограф писал, что Дарвин протоптал там целую тропинку в размышлениях за долгие годы над эволюцией и так далее. Дарвин ему сказал, что он там был, рассказал и так далее. И Дарвин сказал, а что делать? Что делать? Окей. Тогда редактор, не стружится умняшись, ну, это еще называют, принял Соломаново речение, я не знаю, Соломоново ли, принял следующее решение. Давайте мы напишем, опубликуем эти две статьи рядом. Вашу статью, и следом тут же в этом же номере статью вот этого парня, который погиб. Ну, опубликовали. А вы опубликовали. Ну, вы можете себе представить, те, кто занимаются наукой и интенсивно в какой-то области, и долгое время, если вы не можете решить проблему, любая подсказка вам скажет, как и что делать, и вы мгновенно решите проблему, и потом будете вдать. Да, это так. Я знаю это по себе, не в смысле, что я у кого-то чего-то обокрал. Однажды просто, и что, Наги из Будапешта, приезжал к нам туда, в Дейпсон, и вот он как-то меня спрашивает. Он не занимается совершенно тем, чем я занимался, занимаюсь. Какое-то время, много лет назад, лет 15, 18 назад, это было, у меня была одна проблема, которую я никак не мог решить. Я бы, естественно, решил, но просто с большими усилиями, затратив больше времени. Он меня начал спрашивать, что я делаю, как. Меня немножко удивило, потому что он занимается несколько другими вещами, что он меня об этом спрашивает. Окей. Я ему начал рассказывать, что я делаю, как. И тут до меня дошло, где решение проблемы, моей проблемы. Все, на следующий день все было решено. То есть, те, кто занимается исследованием, они легко могут понять, как Дарвин мог обработать эту информацию, и чтобы решить, наконец-то, свою проблему. Поэтому такие вещи, в общем-то, вполне, так сказать, могут случаться. Я имею в виду по-прежнему Бочкова Ражбы. У меня нет никаких доказательств, есть некие вопросы. Ну, окей. Вот этот слагаемый, это не что-либо, конус, это не что-либо, как вот это слагаемое, которое появилось в работе Бочкова Ражбы. Оно описывает вот этот конус. Ну и дальше есть еще слагаемое, которое связано с так называемым ворпингом. Это когда у вас не просто, как бы это сказать, не просто кольцо, когда вы режете этот конус, у вас не просто на срезе появляется кольцо, а вот такая фигура, которую, я не знаю, слушай, не знаешь, как это можно назвать? А? Да, да. Гофр, гофрировка, да, совершенно верно. И вот следующее слагаемое, которое как раз описывает взаимодействие вот этих изолированных магнитных моментов, когда мы допируем материал, с электронами конусу, где сигма, это как раз описывает электроны конусу, S описывает у вас магнитный момент, атома, 3D атома, это G, это описывает у вас силу взаимодействия между ними, но N это концентрация. Теперь смотрите, когда мы, это один из способов, скажем так, самый первый способ введения магнитного порядка, который может приходить в голову. Теперь, какие способы, чего мы добиваемся, какие способы существуют, чего мы добиваемся, когда мы пытаемся вести магнитный порядок в топологических системах, и какие способы для этого существуют. Окей, допирование объема или поверхностной области с помощью 3D материалов. Я чуть дальше покажу слабость этого метода, в чем его сила, в чем его слабость. И потом мы сравним все эти вещи. Потом эффект, наведенный магнитный эффект, наведенная магнитизация в поверхностной области топ-изолятора, ну так называемый внешний эффект. И третий, это магнитное экстеншн, расширение, что-то в этом роде, в области топологического изолятора. Первый, давайте посмотрим, что нам допинг дает. Первое, мы не можем сделать большой, в принципе, можем сделать большой допинг, но если вы его сделаете большим, то все потеряет, то вся история потеряет смысл. В том смысле, что большой допинг вам разрушит этот материал не механически, а нарушит, изменит его природу. Он просто исчезнет, как топологический изолятор. В общем, толку от этого не будет. Это будет уже другая совершенно система. Второе, когда вы вводите допинг, то у вас, естественно, в реальных ситуациях у вас неоднородное распределение вот этих атомов идет по образцу. К чему будет приводить это неоднородное распределение? А вот к чему. В одном месте у вас будет много примесных атомов, в другом мало, в третьем почти нет. А на самом деле, когда мы говорим о системе и о квантовом аномальном холле, мы должны смотреть на то, что происходит потом на краю, как я говорил, на краю пленки. А чтобы смотреть, что происходит на краю пленки, мы должны проектировать электронный спектр нашей системы на одномерную зону бриллиона. А в эту проекцию будут давать все щели вклад. И щель, которая должна появляться там, она определяется минимальной запрещенной магнитной щелью. а если у вас нет в какой-то области нет магнитного порядка, нет магнитного момента, это означает, что у вас нет щели там, там есть конус, щели не будет. И в проекцию у вас щель не попадет ни в коем случае. Есть еще один очень важный момент, я покажу, который также против этого работает. Это вот то, о чем я говорил. Вот у вас могут быть магнитные щели там и 50 мАВИ от середины там или 10 мАВИ. В проекцию у вас пойдет минимальная щель, когда вы будете проектировать на одномерную зону бриллиона, минимальная щель. И это не очень хорошо, потому что реализация квантово-аномального холла тогда будет ограничена очень низкими температурами. Почему очень низкими температурами? Если у вас очень маленькая щель, вы начинаете поднимать температуру, у вас будут размываться электронной стали и замываться щель. То есть это эффект вот сам по себе такой. Я покажу еще, что там будет. Теперь некоторые японские группы оказались достаточно смышленными и решили сделать ситуацию, реализовать эту ситуацию по-другому, более целенаправленно сделать. Что они сделали? Они взяли вместо того, чтобы объемно допировать материал, они стали допировать, например, второй пятислойник сверху продопировали и второй вот эта пленка, а это здесь субстрат и второй слой снизу. Таким образом им удалось добиться, вот если вы посмотрите, окей, вот объемный материал, видите, вот здесь квантовый аномальный холл, в очень маленькой области вот эта полочка квантованная, вот это черный цвет, сингл, это соответственно вот этой монолитной области три, это вот этой трех блоковой системы, пента, это вот этой пяти блоковой системе или пятислойной системе. И в общем здесь с учетом даже вот этих изощрений удается повысить температуру от скажем 30 мили кельвин до примерно одного супер максимум двух кельвинов. Окей, с точки зрения физики, когда мы обсуждаем физические основы этого дела, физику этого дела, это замечательно, но с точки зрения хоть каких-то приложений, ну окей, об этом здесь не приходится говорить. Теперь, то, что называют наведенной магнитной, наведенной на магниченность, другая группа людей, в частности, одна из американских групп, которые очень активно работают в этой области, они делали эксперименты марганец, селен, а висму 2, селен 3 наносили, окей, и какая, при этом, сказать, публикали в Science Nature, масса восторгов была, какую температуру, они получают сильную намагниченность, это так здорово для квантово-аномального холла, окей, когда стали анализировать теоретически, то не все так просто, что любопытно, и вот здесь один из важных элементов или аспектов для, скажем, для экспериментальных таких работ, когда мы создаем вот эту систему, к примеру, вот эту систему, то очень важно знать, а что же происходит в реальности на границе, на интерфейсе вот с этими системами, действительно ли там идеальная система или нет, действительно ли идеальная граница или нет, если мы смотрим там, как рассматриваем, как там идеальная граница, без дефектов, без всяких крутых искажений, без всяких добавок на границе, то теоретически мы получаем следующее, действительно мы получаем конус в щели, вот есть эти две системы, мы двумерную зону, и выстраиваем общую зону, общую электронную структуру для этих систем. Вот она, да появляется на интерфейсе, появляется действительно дираковский конус, но при этом запрещенная щель появляется очень маленькой, всего лишь там порядка 9 мВ, это одно, пока это не самое главное, но что очень важно, здесь появляется вот эта запрещенная щель, все, белый цвет, но что важно, здесь появляется мощное интерфейсовое состояние, видите, за счет спина орбиты, здесь две ветви, здесь тоже две ветви, и помня, что когда мы переходим к одномерной зоне брелена, то есть к ребру нашей системы, то мы проецируем туда все вот эти электронные состояния на ту зону брелена, на одномерную, и вот эти состояния интерфейсовые, они убивают все, у вас на одномерном, на краю вашей системы, не появится никакой щели абсолютно, поэтому никакого квантового тока, то есть тока, который был бы бездиссипационным, то есть не терял энергии, никакого вы никогда не получите, потому что у вас там будет металлическая система. Поэтому все эти охи, вздохи, они были, так сказать, больше для пропаганды, то есть я хочу сказать, что если мы хотим что-то из экспериментов, у меня часто приходят работы, например, на рецензию, когда, например, китайские люди, они вот такого рода система, когда создают интерфейсы, и там проводят транспортные измерения, и на основе этого делают крутые выводы, их спрашивают, ребята, а вы проверяли, что у вас там на границе происходит, почему это, то есть никаких, ни структурных измерений не делается, а это меняет, может вообще все изменить, полностью все изменить. Вот здесь просто показано, вот видите, топ-состояние само уходит из первого пятислонника, когда мы вот контакт делаем, уходит сюда, вглубь топ-состояния, топ-материала, а вот интерфейс, воесеннее состояние, оно начинает занимать вот эту область, все, мы для квантово-аномального холла теряем все. Окей, теперь дальше, так называемое магнитное расширение, в чем оно состоит? Действительно, такого рода системы можно делать, то есть ко всему надо подходить с умом, вот в каком смысле. Мы можем действительно иметь контакт двух материалов, нормального топологического изолятора и магнитной системы, например, достаточно тонкой ферромагнитной системы, но опять нужно подходить с умом селективно, то есть не каждая магнитная система может дать положительный результат для того, чтобы реализовывать квантово-аномальный холл, например. Так вот, вот в этой работе, в этой работе, в этой работе мы опубликали результаты для магний, так, 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 это была система, марганец, скажем так, ВИСМУ-2ТЛУР-3, это как субстрат, как топологический изолятор, и на нем была выложена система, один ферромагнитный семислонник, марганец, ВИСМУ-2ТЛУР-4. Что такое, вот, magnetic proximity, то есть наведенный магнетизм, как раньше, вот я показывал, марганец, марганец селен на ВИСМУ-2ТЛУР-3, там вот этот обстояние существует само по себе здесь, в топ-изоляторе, а туда почти ничего не заходит, в магнитный материал, то есть, иными словами, магнитного эффекта практически нет, а вот в этой системе, о которой я сказал, марганец ВИСМУ-2ТЛУР-4 на ВИСМУ-2ТЛУР-3, вот это топологическое состояние запрыгивает на с очень, сказать, на очень большую величину, запрыгивает в этот магнитный, ферромагнитный семислонник, и как раз оно попадает на магнитные атомы, марганца, и они мгновенно расщепляют топологическое состояние, в результате мы получаем систему, которую действительно можно использовать для квантово-аномального холла. И, то есть, иными словами, действительно можно сооружать вот такого рода конструкции, но при этом нужно смотреть, насколько магнитная система, которую мы сверху накладываем на топологический изолятор, насколько она по своим характеристикам близка к субстрату, для того, чтобы избежать формирования сильного интерфейсового потенциала. Потому что, если мы соединяем две разнородные системы, между ними возникает мощный интерфейсовый потенциал, который убивает все. А вот такого, если мы объединяем родственные материалы, то топологическое состояние воспринимает этот магнитный семислонник как свою систему, и спокойно распространяется в этот магнитный материал. Окей, все, рыбу поймали, теперь можно жарить, готовить обед. Вот здесь в этой работе было, скажем, проиллюстрировано вот эти, то, о чем я говорю, когда соединяются не совсем родственные вещи, и родственные вещи. Например, хром-Ю3, это слоистый ферромагнетик, скажем, три атомных слоя включает на весьма 2-силент-3. Окей, да, мы получаем щель маленькую, 19-система Ви, вот она здесь. А теперь мы смотрим другую систему, хром-Висму-2-силент-4 на том же материале Висму-2-силент-3. Видите, эта система очень похожа на подложку. Вот я показываю здесь структуру, кристаллическую структуру. Хром-Ю3, ООО-Ю3, вот он, он кладется на весьма 2-силент-3. И у нас есть хром-Висму-2-силент-4, семислонник, кладется на весьма 2-силент-3. Понятно, что здесь эти системы гораздо более родственными. И совершенно другая картина. Мы также имеем здесь формирование щели в поверхностной области. Но щель уже не 19 МВ, а 90 МВ. Это абсолютно другая ситуация. То есть, если подходить разумно к тому, чтобы формировать контакты топологического изолятора и магнитных систем, то нужно вот эти контакты, над ними надо думать по физике. Не просто вот взяли два материала, сложили вместе и, о, замечательно. Нет, далеко не всегда такое бывает. Ну и вот здесь уже объясняются причины, что происходит. Марганис-Висму-2-тилур-4 на Висму-2-тилур-3. Это теоретические расчеты. Вот другая система, когда вертикальный магнитный момент. Щель появляется, все как надо. Экспериментально такая вещь была подтверждена вот в работе, которую мы опубликовали в «Нано-Летес», когда марганис-Висму-2-тилур-4 был выращен на Висму-2-тилур-3. И теоретически, экспериментально. Причем здесь была любопытная ситуация. Экспериментально Торо Хирохара делал эти вещи. Они решили следовать. Помните, я показывал марганец-силен на Висму-2-тилур-4, то, что люди пытались там сделать. Торо Хирохара тоже решил выложить вот такую же тонкую пленку марганца-силена. Один без слой, два без слоя на Висму-2-тилур-3. И когда люди такие вещи делают, они пытаются использовать дифракцию медленных электронов для того, чтобы охарактеризовать эту систему. А в дифракции медленных электронов есть так называемый R-фактор. Это когда-то Джон Пендри ввел этот R-фактор, оптимизация которого вам позволяет говорить правильно, потому что вы моделируете еще, измерение это одно, еще вы начинаете моделировать, и результаты модели сопоставляют с экспериментом, и там вот этот фактор вылезает, и вы оптимизируете так свою модель, чтобы минимизировать величину R-фактора. Если это фактор порядка 1-10, может быть даже 2-10, то это очень хорошо, вы фактически правильно определили структуру, исходя из этих экспериментов по дифракции медленных электронов. Так вот они получали, симулируя это, я закончу еще несколько минут, они получали эти вещи, R-фактор порядка 0,4. И когда мы им показали, что вот расчеты, если мы когда вычислим полную энергию, показывают, что когда бесслой марганцилена вовнутрь пятислойника мы посадим, то тогда полная энергия такой системы гораздо ниже, чем если этот бесслой наверху располагается. И когда Тору пересчитал с помощью этого R-фактора, пересчитал с помощью модели R-фактор, он получил сразу в 2-3 раза меньше величины R-фактора. Все. И тогда быстро сделали работу и опубликали. Теперь, так, секунду, это то, что касается вот антиферромагнитного топ-изолятора, марганец висмо-2-толур-4, который вот будет опубликован, работа будет опубликована в НЭЧе, как я говорил, в начале 19 декабря. Это некоторые эксперименты, скажем, электро... Что там у нас? Восприимчивость. Это электросопротивление, которое характеризует критическую температуру, магнитно-критическую температуру или наэлевскую температуру. Потом здесь есть вот некоторые тонкие пленки этих топ-изоляторов, это марганца висмо-2-толур-4, потому что там возникает раз антиферромагнитик, межслоевой, внутри каждого блока это ферромагнетизм. Они двумерные ферромагнетики, каждый двумерный блок двумерный ферромагнитик. И, но зато трехмерная структура антиферромагнитная, то есть антиферромагнитный порядок вдоль направления Z. То есть у вас комбинация в этом материале двумерного ферромагнетизма и трехмерного антиферромагнитизма. Окей, берете всего лишь один блок, изучаете, это у вас чистый ферромагнитик. Два блока, это у вас чистый антиферромагнитик, не скомпенсированный антиферромагнитик. Три блока антиферромагнитик, но не скомпенсированный. То есть магнитный момент в целом не равен нулю. И здесь ряд своих специфических характеристик появляется. Ну и в заключение, в общем, заключение простое. То есть можно из анализа разных подходов к формированию магнитных топологических изоляторов, как их получать, из каких ингредиентов, можно заключить, что на сегодня наиболее многообещающий в плане магнитокритической температуры в плане стабильности по образцу наиболее эффективным способом является так называемое магнитное продолжение или расширение, или магнитное продолжение. То есть там, где нам не нужен эффект вот этого всякого ближнего порядка, который появляется в результате допирования, и не играет плохую роль интерфейсовая область, как в случае магнитного, так сказать, наведенного порядка. Ну, в общем, здесь дальше на самом деле пока известна только вот эта структура, вот эта система Марганес Вейсмод-2 Теллур-4, которая фантастически активно публикуется вот в эти, буквально в этом году, море работ китайцев, как американских, так и китайцев появляется, просто это сумасшедший дом. И люди активно сейчас ищут другие магнитные системы. Ну, я могу понять, скажем, китайцев, у них очень много выделяется денег на науку. И, естественно, когда, скажем так, им нужно отчитываться за проекты, поэтому они, в общем, вал, работа у них идет. И, окей, я бы сказал, в этом смысле я бы, если бы, скажем, передо мной, или я бы, скажем, был бы, у меня был бы разговор, скажем, с министром образования и так далее, или с премьер-министром, или с президентом, то я бы сказал, следуя хорошо известной истине, я бы им сказал, ребята, если мы не финансируем свою науку, не вкладываем в свою науку или вкладываем мало в свою науку, то мы будем кормить чужую науку и чужую индустрию, чужую промышленность. Поэтому надо вкладывать в свою науку, в Китае вкладывают море денег в свою науку, и окей. И это правильно. Только развитие здесь, иначе придется все технологии, а технологии связаны с наукой, все технологии тащить оттуда, и все, что производится с помощью новых технологий, тоже тащить, покупать. Это будет гораздо дороже все. Все, у меня все, спасибо. Я прошу вопросов, Евгений Владимирович. Простите, правильно ли я понял, что к настоящему моменту нет надежных экспериментальных наблюдений, в которых бы наблюдалось то самое поверхностное распространение тока без потерь, ну или практически сверхпроводимость на поверхности топологических изоляторов? Есть, но эти системы обладают, скажем, этот эффект реализуется при крайне низких температурах. Основная задача, и этот эффект наблюдается в системах, в которых допирование реализуется. Это достаточно ненадежные вещи сами по себе, и самое главное, что при крайне низких температурах на уровне одного кельвина. Как раз почему много китайских работ появляется в архиве, там десятки просто. Вот по поводу этой системы, о которой говорил, Марганес, Весму 2, Телор 4, потому что там критическая температура магнитная уже сама по себе 25 кельвина. Сейчас мы смотрим теоретически разные системы, но, скажем так, и мы видим, что там могут быть критические температуры порядка 70-80 кельвина. Но это теоретически, хотя в свою очередь я могу сказать, что и теоретически вот для этой системы, о которой я говорил, Марганес, Весму 2, Телор 4, теоретически мы также получаем 24-25 кельвина, как и в эксперименте. То есть я хочу сказать, что другие наши предсказания, они не будут грубо отличаться от тех, которые, если экспериментально системы будут созданы, о которой мы предсказываем, то наши теоретические предсказания по критической температуре также едва ли будут заметно отличаться от будущих экспериментальных критических температур. — У меня такой довольно простой вопрос. Вот когда вы говорите о размерности трёхмерные и двумерные топоизоляторы, ну, как я понимаю, если мы говорим о трёхмерных топоизоляторах, то металлическая поверхность у нас получается двумерная, правильно? — Да, конечно, конечно, конечно. — Теперь, если говорить о двумерной поверхности, вот они затропные кристаллы слоистые, это обе поверхности, вот высокой симметрии, низкой симметрии или только одна здесь? — Извините, а что такое, я понимаю, что такое более высокое, более низкое, но теперь… — Вот слоистый кристалл, так, имеется, ну, там ось какой-то высокого порядка симметрии, правильно? — Ну, скажем, вдоль, скажем, ориентированно. — Обе поверхности являются металлическими или только плоскость вот этого слоя в высокой симметрии? — Строго говоря, если мы имеем трёхмерную систему и мы имеем в виду сильный топологический изолятор, то этот эффект должен наблюдаться и на этой поверхности, и на этой поверхности. При условии, что на этой поверхности у нас не будет возникать химических связей, химических поверхностных состояний, топ-состояние также появится, но электронная структура будет, может быть, загрязнена наличием вот этого ещё и поверхностного состояния. Это я имею в виду объём. — Теперь следующий вопрос. Если мы теперь кладём вот этот топ-изолятор на подложку, так? — Да. — То, а сохраняется ли на интерфейсе вот это металлическое состояние топ-состояние или нет? — Да, так, давайте, если мы кладём, например, на полупроводник или на изолятор, ну, на изолятор, то есть... — Не на металл, да. — Не на металл, то оно сохраняется, оно может быть модифицированным, это безусловно, потому что будет возникать интерфейс, всё равно будет, хотим или не хотим, какой-то интерфейс и потенциал будет формироваться. И этот интерфейс и потенциал будет модифицировать, будет модифицировать это топологическое поверхностное состояние, безусловно. Но само состояние, хотя и в видоизменённой форме, оно сохранится, потому что его существование диктуется объёмом, а при таком контакте вы объём не затрагиваете. — Ну и последний вопрос, если говорить, в принципе, существуют и внутренние границы, скажем, дислокации, у вас плоскость рвётся такого слоя, может ли там появиться такое же состояние металлическое? На внутренней границе, скажем, дислокация, это у вас одномерный объект, маловероятно, маловероятно. Дело в том, что вам нужно формировать, вам нужна запрещённая щель. Запрещённая щель — это которая разделяет занятое и незанятое состояние. Может появиться своё состояние, связанное с дислокацией, ну, скажем, валентной области, может появиться где-то в зоне проводимости, такой тоже может быть. Но никакого специфического топологического состояния там не возникнет. — Спасибо. — Здесь просто очень важно, оно возникает потому, что по физике дела это топологическое состояние должно, как бы это сказать, соединять валентную зону и зону проводимости, сохранить непрерывность на поверхности между валентной зоной и зоной проводимости на границе двух сред. — Можно сказать продолжение предыдущего вопроса. Вы говорили о поиске новых систем, новых направлений. Есть ли среди этих направлений более симметричные кристаллы против цинковой обманки, или они считаются дисперспективными в силу, например, более слабого спинерплигального взаимодействия? — Так, 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 так. Ну, давайте так посмотрим. Я бы, скажем, этот вопрос разделил на два аспекта. — Если у нас, в принципе, это все равно, какая система, цинква-банк или еще какая-то другая структура, для того, чтобы нам получить топологический порядок, важно что? Чтобы у нас была достаточно большая спин-орбита, и чтобы эта спин-орбита, да, могла инвертировать щель. Если у вас, несмотря на то, что система находится в структуре цинква-банки, если у вас элементы являются тяжелыми и щель небольшая, то, в принципе, это возможно. Почему нет? Запретов формального абсолютно никакого нет в этом смысле. — Спасибо большое. Это очень интересная лекция. У меня обращено по вниманию пару вопросов. Первый вопрос — это, значит, каким образом топоизоляторы, то есть вы получаете теоретически сначала предсказываются какие-то свойства, и на эксперименте это все потом как-то пытаются сделать экспериментаторы, то есть такие системы создать, чтобы проверить? — Окей. Скажем, в моем частном случае, в моем частном случае, большая часть из того, что в течение вот этого, скажем, десятилетия, основные мысли приходили из теории. Вот я не хочу сказать, что это не есть некий догмат. С одной стороны, это не есть некий догмат. Это не есть некая идеология, что вот теоретики там предсказывают, а вот экспериментаторы там чуть ли не второго сорта люди. Да нет, абсолютно нет. Дело в том, что обычно экспериментально это все очень сложно сделать, если нет никакой пока наводящей идеи. Теория здесь нужна для того, чтобы показать, какие подходы, возможны перспективы, стоит ли там искать экспериментально или нет. Потому что это гораздо дороже как по реализации, так и по времени обходится, если, скажем, стартовать только чисто с экспериментальных таких позиций, имея какие-то там идеи и так далее, можно достаточно легко пролететь, затратив огромное количество труда. Поэтому в каком смысле, с точки зрения экономичности, проще иметь уже какие-то теоретические подсказки. Ну, в этом смысл. Но люди находят иногда и экспериментально. Ну и второй вопрос тогда. Касается, вот вы показывали объемы, такой зарядок, да, и слоевой получается японцев. Каким образом они дапировали именно конкретные слои? Молекулянолчоэпитаксии. То есть на базе формирования? Они, скажем, ну вот я могу, я это называю а-ля хирохару, это схему формирования или роста. Каким образом хирохара, например, есть два способа получения вот такого рода системы. Марганец висму-2-сален-4 с висму-2-сален-3. Что делал хирохара? Он, скажем, брал какой-то полупроводник, кремний там или еще какой-то, не суть пока важна. Пятислонник за пятислонником мог наращивать висму-2-сален-3. Окей, вырастил, например, 6 пятислонников или 8 пятислонников висму-2-сален-3. А потом берет и одновременно, уже все это имеет, и одновременно начинает запускать атомы марганца, висму-тоисалена в соответствующих пропорциях. И у него выстраивается вот этот 7-слойный блок, двумерный ферромагнетик. Останавливается процедура. А дальше можно смотреть. Вы можете опять продолжать. Только висму-2-сален пускать, чтобы выстроить пятислонник. Или, если вам хочется еще один 7-слойник, запустите висму-2-сален и марганец в соответствующих пропорциях. Другая схема была использована, скажем, как минимум двумя группами. Одна из них американская группа, другая группа, по-моему, в Австрии. Они делали следующее. Они брали все три атома, закладывали в пушку, ну, я извиняюсь за выражение, то есть закладывали в некий эмиттер, и загнали все три вместе, все три атома. Ну, подбирали какие-то там скорости и так далее. У них вырастала система, действительно. Пятислонники висму-2-сален-3 и семислонники марганец висму-2-сален-4. Никакого порядка строгого, как гетероструктуры, не было. Все это было хаотически. Два пятислонника, один семислонник, три пятислонника, один семислонник. И, то есть, это был в каком-то смысле хаос. То есть, в принципе, можно... И вот такую схему использовали, по-видимому, японцы. То есть, они вырастили на кремни... А, нет, там был фосфор. Так, фосфор и... Фосфор и... Я не помню второй элемент. Индии, да-да-да, Индии фосфор. Они использовали как подложку. Затем выращивали пятислонник. Вырастили. А потом начинали три ингредиента. Марганец запускать, чтобы выстроить другой. Так, это у них... Так, что-то, не помню. Не марганец у них там был, а хром или еще что-то. Чтобы выращить еще один пятислонник с примесями. А потом выстроили. А потом опять простой пятислонник. Висму-2-сален-3. То есть, они могли селективно выращивать блок за блоком. И таким образом это им удалось. Вот они подняли температуру где-то, наверное, на целый Кельвин. Температуру реализации квантово-аномального холла. Евгений Владимирович, я прошу вопрос, какой сейчас лететь. Вот с точки зрения реальных практических приложений. Где уже что-то используется? Где перспективы? Какие, так сказать, знамена у нас в этом направлении? Ну, перспективы, перспективы на самом деле здесь могут быть действительно, если вы в состоянии такие вещи делать, то вы действительно можете реализовывать бездисипционные токи. Перспективы, как это народ, скажем-то, говорит и пишет, это означает, что вы можете создавать, комбинировать со сверхпроводимостью, что вы можете использовать эти вещи для квантовых компьютеров. И для топологической, например, для создания спинного тока. Для создания спинного тока. То есть, там много приложений. Я не экспериментатор, но если серьезно на это браться, то там действительно, я думаю, что многом можно выудить абсолютно новых приложений, которых не было раньше. И которые действительно позволяют с малыми затратами энергии, в общем-то, реализовывать девайсы, ну, приборы, системы. Спасибо. Я хочу, прежде чем заключительное слово сказать, что у нас принято, Евгений Владимирович, после вот этой нашей встречи формальной, такой отчасти, неприношенной за кофе, чаем и пирожками, продолжение, я вас попрошу снисходительно отнестись к тем людям, которые подойдут и захотят получить десерт от вашего доклада вот в такой неприношенной форме. А сейчас спасибо вам большое. Спасибо за внимание. Спасибо. Хочу сказать, что наша вот эта вот заключительная десертная часть, она поддерживается обществом ограниченной ответственности, Alport Technologies. Это российское производство оптических компонентов. Я вынужден это сказать, для того, чтобы усилия этой фирмы не остались незамечены. И если вы не против, я бы хотел еще одно слово добавить к концу. Как я уже говорил в докладе, большую пользу сотрудничеству, сотрудничеству, не стесняйтесь сотрудничеству, это принесет большую пользу всем, и вам самим, в первую очередь, и тем, с кем вы будете сотрудничать. Не, я надеюсь, что вы это и не делаете, не сидеть вот только в своем гнезде, это хуже не бывает. Я знаю таких людей, мне жалко, что они так делают. Они могут развиваться гораздо более эффективно, сотрудничая с одними, другими, третьими. Ищите сотрудничество, вы будете развиваться. Это гарантия. Спасибо. 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 Спасибо.